Сегодня Алина Сафронова отложила свой китель с петлицами следователя в сторону. Здесь, в спортзале УМВД, она спортсменка, волейболистка. И успех тут измеряется не количеством раскрытых дел, а вколоченными в площадку мячами. Тренировки у нас проходят один раз в неделю в пятницу. Это не тяжело. Если ты тренировался, занимался этим, то даже уже с интересом этим занимаешься. На площадке команды следователей из города и районов. В турнире к 60-летию образования органов следствия выступают 4 команды. Представители города, районов следственного управления и следственной части. История этого турнира идет с 2018 года. Сначала в программе был только волейбольный матч. В последующем добавилась стрельба из табельного оружия и чемпионат по настольному теннису. Но это все-таки дисциплины индивидуальные. Все решают индивидуальные навыки. А вот в командном виде придется попотеть. Они объединяют коллектив. Ну и, соответственно, повышают физическую подготовленность личного состава. А вы знаете, в следственных подразделениях очень тяжелый труд, тяжелая нагрузка. И вот хорошая спортивная подготовка, форма. И, соответственно, душой отдыхают, когда они находятся на площадке. От работы, я имею в виду, где-то на спортивных состязаниях. И все это приводит к результатам, то есть хорошим в процессе несения службы. За эти шесть лет было сыграно порядка пяти игр. Состав команд менялся, следователи переходили из отдела в отдел. Однако фаворит всегда оставался прежним. Команда аппарата следствия. А вот городские же побывали на разных ступенях предистала. То золото, то серебро. Сейчас первую игру команда проиграла. Но надежду на общий благоприятный исход не потеряла. Такие игры прежде всего разрядка от работы. Оторваться от многотомников с грабежами и разбоями, мошенничествами и незаконным оборотом наркотических средств и так далее. Откинуть весь накопившийся стресс и уже с новыми силами взяться за раскрытие преступлений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!